С нетерпением хотим сообщить. В вашем здании взрывное устройство. Такие сообщения по электронной почте сегодня пришли в 29 барнаульских школ. В 24 из них был объявлен план эвакуации. Детей распустили по домам. Предупреждения начали поступать с 9 утра. Времени мало, поэтому советуем поспешить эвакуироваться. Не совершайте ошибку магнитогорцев, ведь мы их оповещали. Ученики младших классов сильно испугались, вспоминает директор 110 школы Ирина Фефилова. Приходилось успокаивать и родителей. Утром в школе находилось около полутысячи детей. Это 19 классов. Достаточно быстро всех эвакуировали, вывели. Очень быстро классные руководители раздевалки провели, очень быстро одели. Все помогали, все сотрудники школы. Старшие дети помогали также одевать малышей. 7 минут понадобилось, чтобы эвакуировать всех детей из 110 школы. По словам директора, уже через 5 минут в здании были сотрудники спецслужб. Анонимные угрозы пришли не только в школы, но и в больницы, торговые центры, в том числе и в мэрию Барнаула. Всего поступило 40 сигналов. С утра в антитеррористических операциях было задействовано 80 человек и несколько собак. Нигде бомба не обнаружена. Такие же сообщения сегодня поступили в школы Новосибирска и Кемерово. На днях волна террористической провокации прошлась по всем сибирским регионам. И этих провокаторов сейчас активно ищут правоохранительные органы. Напомним, что заведомо ложное сообщение о теракте наказывается крупным штрафом, либо ограничением свободы до 5 лет. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости.